Вот. Хочу начать с цитирования твоего поста, который ты сегодня написал на фейсбуке. Я его даже выставил у себя в телеграм-канале. Ну, дискуссионно так, да? Вот здесь, кстати, очень много комментариев под ним. Итак, сегодня ты написал следующее. Прошли сутки, как на государственном сайте РИА Новости опубликован нацистский текст, что Россия должна сделать с Украиной. Этот текст – государственная программа физического уничтожения Украины как государства, физического уничтожения украинцев как этноса и полное уничтожение украинского языка как лингвистического недоразумения. До сих пор никакого опровержения от Кремля нет. Таким образом, возникает вопрос, можно ли считать эту статью, которая выводит геноциз соседнего народа в ранг государственно-российской политики и военной задачи, подтвержденной Кремлем. Судя по его молчанию, да. Вот этот персонаж, которому приписывает автор этой статьи, Тимофей Сергейцев, как тебе кажется, кто является автором, реальным заказчиком вот этой нацистской программы уничтожения украинского народа? Ну, поскольку я хорошо знаю, как устроена эта кухня, понимаешь, это не обязательно мысли господина Путина. РИА Новости публикует по дискуссионной платформе, у них так это называется, разные точки зрения, которые, так сказать, имеют место на существование. Хотя такая точка зрения на существование не может иметь. Вот если, наверное, сейчас спросить Пескова, как вы относитесь к этой статье, он скажет, к какой. Понимаешь, это не разные башни Кремля. Ну, во-первых, я думаю, что такого человека не существует, вот который ты там назвал, у него такая специально крученная фамилия. это даже не тестирование, вот понимаешь, что ужасно, вдумайся в то, что я скажу. Это не тестирование общественного мнения, это не подача меча. Это просто, например, суждение, которое звучит каждый день, подобное, и мы это с тобой видим и знаем, у Скобеевой, у Соловьева, ничего здесь такого нет. Они у Скобеева и у Соловьева просто откровенно говорят, что вот надо тут захватить, а тут ударить, атомные бомбы и так далее. Поэтому по сути своей это ничем не отличается. Но есть одно существенное отличие. Дело в том, что даже российской общественностью и Кремлем, то, что делает Скобеева и то, что делает Соловьев, это такая, это как жириновщина. То есть к этому нет серьезного отношения. Да, они разогревают, сотрясают воздух, они кричат про, так сказать, про то, что мы победим. Ну, вот это вот все, трахамундию, которую они делали. Но это элемент пропаганды. И Россия считает, что эта пропаганда допустима. Здесь мы имеем дело совсем другим. Эта статья появляется на одном из двух важнейших государственных информационных ресурсов. И она как бы зависает в воздухе. Ее как бы никто не увидел. Она, вот как бы нет никакой на нее реакции. Кремль ее не поддерживает и так далее. Но почему я обратил на это внимание? Потому что слишком высокий ресурс, слишком важный ресурс для того, чтобы не обратить внимание на эту статью. Является ли это официальной идеологией, так сказать, сделанной задним числом? Может быть, да. Потому что для внутреннего рынка, для определенного слоя, так сказать, людей, которые хотят все-таки понять внутри России, для чего идет эта война, а поверь мне, в России задают эти вопросы. Они видят потери, они видят ущерб. Ну, например, то, что сегодня сделала Европа по запрете экспорта угля. Это очень серьезный удар. И хотя один мой хороший друг, Виктор Колов, написал, что это не очень большие деньги, там 5 миллиардов долларов. Дело здесь не в этом, это гибель отрасли. Потому что нужно было обратить внимание на еще одну публикацию сегодняшнюю. Наверное, ты обратил внимание. Есть такой миллиардер, очень правильный миллиардер, я хочу сказать. Он абсолютно не публичный. Его фамилия Лисин. Этот Лисин, он связан в основном с металлом. И он дал интервью газете «Коммерсант», где он объяснил, что разговор идет не о деньгах, в принципе, в санкциях, а о гибели отраслей. Так вот, то, что сегодня сделала Европа, откликнувшись на бучу, как я понимаю, это по углю, это гибель отрасли угля в Российской Федерации. Поэтому очень многие задают вопрос внутри Российской Федерации, как все-таки, что это было? И что это есть? Что это? Потому что понятно, что к деноцификации это не имеет никакого отношения. И, кроме того, эти вопросы усилились сейчас, потому что российские войска откатываются к Мариуполю, и разговор идет, как ты знаешь, о, так сказать, гигантской битве за Донбасс. Хорошо, а вот это вот то, что было, дело не в буче, а вот это вот Киев, вот это вот все, вот это то, что мы видели, и там 14-15 тысяч погибших, это что было? И вот тут-то на этом фоне появляется эта статья. Ее мало кто цитирует, но кому надо, ее читают. Ее читают аналитические группы, они в папочке доводят это до всяких разных и так далее, и вот поэтому люди видят, что это оказывается гигантская программа по, тут я не хочу сказать, по угрожению Украины, а я бы так сказал, обнуление Украины, приведение Украины в ее исходное состояние. Для них, может быть, это нормально, но мне кажется, что на эту статью должны обратить внимание абсолютно все, потому что это впервые, на мой взгляд, государство публикует официально программу геноцида в отношении соседнего государства. Это, конечно, дорогого стоит, и я надеюсь, что Запад обратит внимание на эту статью. Во всяком случае, я хочу тебе сказать, что ее очень многие перевели. Она лежит на столе у огромного количества европейских и мировых лидеров. Вот сейчас такой мой товарищ из Швеции, который близок к правительству Швеции, он перевел эту статью на шведский язык и отправил своим друзьям в правительство Швеции, которые внимательно ее изучают. Я бы сказал, что России эта история категорически не поможет. Ну, ты знаешь, мне вспоминается речь Геббельса, который сказал, нужна ли вам тоталькрик, нужна ли вам тотальная война, немцы. Это было на том финальном этапе, когда уже проигрывала нацистская Германия войну союзникам. И программу 43-го года окончательное решение еврейского вопроса. Ну, ты извини, но параллели просто напрашиваются. То есть это настолько дурно пахнет просто нацизмом, что это видно всем, это всем очевидно. А вот скажи мне, в самой России те идиоты, которые дали официальное разрешение этой программы, они понимали, что это для всех будет выглядеть нацизмом, это выглядит как явка с повинной, абсолютно. То есть они для себя же на самом деле подписали приговор для будущего трибунала, который, как мы надеемся, пройдет либо в Буче, либо в Мариуполе, местах массового совершения военных преступлений этими ублюдками. Они понимают, что они себя подписывают просто, ну вот расписываются, вот весь состав преступления прямо выложили, что они хотят сделать? Российская, русская, которую ты знаешь, на миру и смерть красна. Безусловно, это сейчас нация, опьяненная войной. Холодильники и телевизоры, которые, как ты знаешь, отправляются с награбленной с награбленной Пожалуйста, тут мне запят просто на телефон, поэтому я буду сбрасывать. Ты слышишь меня, да? Продолжается наш эфир? Да. Я не думаю, что в центре их внимания именно то, о чем мы сейчас с тобой, что они чем-то озабочены. есть украинские гуры-сарай, гуры-сарай, гуры-ихата. Я думаю, горит сарай, горит и дом, и хата. Я думаю, что они живут сейчас в неком параллельном мире, когда вот действительно на миру и смерть красна. Мне очень сложно, я не думаю, что они думают о какой-то расплате. Понимаешь, если ты пишешь текст о том, что украинцы это не люди, и как написано в этом документе, порядка 30%, если я не ошибаюсь, должны быть уничтожены или 30% оставлены. Я не могу тебе сказать, но факт остается фактом. Они об этом не думают. И ты видишь лица солдат, которых берут в плен. Прежде всего, это удивленные по-детски лица. Они не понимают, почему они в плену. Они не понимают, почему им говорят, что они убийцы. Мне кажется, что в России дело дошло слишком далеко. Просто нам это непривычно. Дегуманизация страны, она произошла. Действительно, как ты знаешь, в Руанде радио «Тысячи холмов» убеждало, что часть населения радио «Тысячи холмов» убеждало, что часть населения этой страны это не люди, а тараканы. И после этого произошел тот самый геноцид и массовая резня. Мне кажется, что это работает, и Путин и его пропаганда волей или неволей, вот эта дегуманизация, они такое дело совершили. Поэтому, мне кажется, я не знаю, о чем они думают, но ни о каком... Ну вот представь себе, там сидит Путин, Шойгу, сидят все эти ребята, и вдруг им говорят, а вы знаете, что вас будут судить в ГАКском трибунале или в Бучинском трибунале? Не имеет значения. Ты понимаешь, какой там хохот раздается? Даже если мы уйдем с Украины, то кто нас достанет? Вы чего? Вы суньтесь на нашу территорию, мы на вас сбросим атомную бомбу. К сожалению, пока сейчас так. Как дальше, я не знаю. Но, ты знаешь, Советский Союз тоже, на самом деле, не должен был развалиться, и даже американская разведка давала прогнозы того, что никакого развала СССР не будет. Буш-старший приезжал в Киев, как ты помнишь, в июле 91-го года, и убеждал Верховную Раду воздержаться от убийственного национализма и остаться в составе СССР. А через месяц Советского Союза уже не стало. Поэтому Советский Союз был на несколько порядков крепче, идеологически, в первую очередь, связан между собой, чем нынешняя Россия. То есть, там связывало руководителей и даже ряд народов, я не имею в виду украинский народ, но ряд народов, живших внутри СССР, согласились больше, чем это соединяет нынешние народы Российской Федерации. Поэтому шансов развалиться у России с более кровавым сценарием намного больше, даже, чем это было у СССР. СССР, как ты помнишь, распадался далеко не бескровным образом. Но вот, тем не менее, мы видим, что они ни в чем не каются. Мы видим заявление, значит, этого полудурка Дмитрия Медведева. Мы видим заявление Володина. Абсолютно неадекватно. Не Бензи, который сегодня на Совбезе ООН, значит, он сегодня оговорился, значит, школа МГИМО, он с жутким рязанским акцентом сказал о том, что никаких трупов в Буче до того, как туда пришли российские войска, он такой, ой, ушли, 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 не было. То есть, он сегодня сказал правду. То есть, до тех пор, пока туда не пришли российские войска, никаких трупов там не было. Вот. Ну вот, такое впечатление, что они реально пребывают в неадекватном состоянии. Или наоборот. То есть, они все прекрасно осознают, они поняли, что они военные преступники, они просто врут от страха. Что ближе к истине? Я хотел бы две вещи сказать. По второй теме, что ближе к истине, я скажу, мне совершенно не хочется анализировать вот эту таинственную русскую душу, которая себя обнулила. Сейчас, к сожалению, к великому, это я говорю как человек, который 37 лет прожил в Российской Федерации, который учился в советской школе, который ценит русских классиков, ну и так далее. То есть, человек своего времени, я человек своего времени. Я никогда не предполагал, что военные действия могут обнулить все достижения русской культуры и привести их. То есть, как это, говоришь партия, подразумеваешь Ленин, говоришь Ленин, подразумеваешь партия, но здесь другая история. Говоришь «Единое озеро», говоришь «Будь», говоришь, не знаю, там «Толстой, война и мир», нахрена вы изучали выдающееся произведение Толстого, которое переведено на миллион языков, в котором идет разговор о том, что война – это не самое лучшее, то, что может быть, и что это гигантские жертвы. Вы для чего это все? Говоришь «Война и мир» – это «Будь», говоришь «Достоевский» – вот это смятение, поиски, правильно я убил старушку, неправильно я убил старушку, говоришь «Будь», то есть «Буча» все обнулила, и еще обнулят все прочие галочки. Поэтому я не знаю, что сейчас в русской душе, видимо, они плохо читали «Войну и мир», читали ее для галочки. Теперь, что касается, это же, по сути, ответ на второй вопрос. Вот я тебе скажу, после «Бучи» мне все равно, что у них в головах. Если ты помнишь, у нас был предыдущий разговор, я не знаю, с тобой или с твоим коллегой, но меня сейчас Россия интересует только в одном смысле, вот только в одном узком. Как она будет... Как она будет отвечать за свои преступления? Как она возместит деньгами, подчеркиваю, деньгами? Никакие нравственные там покаяния. Мне это ничего не... Знаешь, говорят, каяться. Россия должна каяться. Я не очень понимаю, что такое каяться. Не очень, понимая, тем более в отношении России. Каяние это... Надо изучать историю Германии, как американцы заставили немцев каяться. Я себе с трудом представляю, как россиянин... Они их просто победили. Победили их, разбили их, и все, и таким образом у немцев не было другого варианта. Ну, хорошо, пусть будет по-твоему. То они, сколько к ним не призывали их покаяться, ты понимаешь, куда бы их послали немцы? Ты понимаешь? Хорошо, пусть будет так. Я могу сказать одно. Мне все равно, что у них в головах. Меня интересуют деньги. Меня интересует суд, чтобы люди получили по заслугам за убийство по международному закону, по украинскому законодательству, между прочим, по российскому законодательству, потому что групповое изнасилование девочки 11 лет с последующим разрезанием ей живота в России очень суровые законы. Если там такое сделаешь, что пожизненная тебе жена. Поэтому, пожалуйста, можно и по российским законам. Не проблема. Самое главное, чтобы судить за этой и прочие преступления. А все остальное честно тебе говорю, Тарас, не потому что я не хочу не отвечать на твой вопрос, потому что мне Россия интересна только в этом смысле. Кто будет платить деньги по криминальным и хозяйственным судам? Форма хозяйственный суд это когда ты фотографируешь свою квартиру после того, как ты туда зашел. Видишь, что они сделали, вот эти остатки. пишешь, у меня украли два телевизора. Это дело берет прокуратура Украины. Выясняется, кто это сделал, а сейчас ты понимаешь, легко выяснить, кто был в этой квартире, какая часть и так далее. Это будет длинный путь. Но меня, мне важно, чтобы они выплатили. Каждый россиянин выплатил пусть пять рублей, в зависимости, если пенсионер. Пусть какой-то там богатый человек миллион рублей, пять миллионов рублей. Они должны. Вот это. Каждый из них должен понять, что они вынуждены платить за эту войну. Хотя в ней они не участвовали и, может быть, даже ее не поддерживали. Вот так. Но почему-то с них берут деньги. Почему-то они плохо живут. Вот как-то странно. Я же не поддерживал эту войну. Я даже был против. Я в Фейсбуке писал «Извини, девочку никто не простит. Бучу никто не простит. То, что сегодня я буду в программе показывать сожженные тела семьи, всей семьи вместе с ребенком, этого никто не простит». Значит, будете отвечать. Те, кто убил, те, кто сжигал по уголовному законодательству, все остальные будут компенсировать эти ужасы, потому что жизнь человеческая, как выясняется, она имеет свою стоимость. И преступление тоже имеет свою стоимость. Да. Ну, хорошо. Я не могу тебя еще так же не спросить еще один вопрос, который волнует сегодня очень многих. И мне его очень часто сегодня задают мои читатели, зрители. что произошло с телеканалами «Прямые», «Еспрессо» и «Пятый канал», вот, и почему отключены каналы в отвечании, они остались только на Ютубе, и никто не может из власти отдать ответ, по чьему распоряжению, на основании чего эти каналы были незаконно совершенно отключены в отвечании. Ну, самое интересное, что ты полностью описал эту ситуацию и даже назвав, что незаконно. Значит, я только напомню, что «Прямые эспрессо» это совместный эфир, который до 12 ночи и так работает в Ютубе. Но был кусочек времени с 12 до 4 ночи, когда, ну, так сказать, это был наш эфир, и когда мы вызывали гостей, просто не тех гостей, которые вызывают центральный канал, а может быть каких-то своих. Мы показывали видео, но может быть не то видео, которое показывали, так сказать, на вот этом центральном канале, а какое-то свое. Это была работа эспрессо и «Прямого» совместная, и вдруг пришло распоряжение, что и этот кусок ликвидируется, что на нем будет показываться центральный канал. при этом ну, мне нет объяснения, мне нет объяснения, кроме как то, что то ли кто-то там кому-то донес, что мы не то говорим, то ли у нас какие-то другие гости, то ли мы как-то не так говорим, но это противозаконно. И объяснить, естественно, они ничего не могут, и абсолютно правильно заявление журналистов канала, что это наглое попрание свободы слова. Кроме того, оно оскорбительно для всех нас, потому что получается, что типа прямой канал и эспрессо это какие-то неправильные украинцы, может они даже на Россию работают, кто их знает, надо, пусть мы потом будем СБУ разбираться, а пока что пусть они так сказать не надо им, пусть себе в Ютубе идут. Ну, это тоже будет предмет разбирательства, я просто хочу сказать, понимаете, есть такое выражение, что война все спишет. Война не все списывает, и действия власти, которые не забывают о том, что впереди предвыборная кампания, и надо и войну выиграть, и выборы выиграть. это правильно, но неправильно, потому что как только закончатся военные действия, в стране появится политика, а вы понимаете, что такое политика? Это разные партии будут высказывать свое мнение, да, не сейчас, не сейчас, сейчас надо победить врага, но в конце концов все помнят историю с Черчиллем, который привел страну к победе, а потом из-за налогов проиграл какому-то чмуру, имя которого уже забыто, но люди выбрали не могут. Этли, почему? Это был премьер-министр в 45-м году, он в июле победил на выборах. Я понимаю, Тарас Березовец, что у тебя хорошая память, и ты подкованный человек, кроме тебя фамилия этого человека не знает никто, вот и все, просто, остался. Поэтому против лова нет приема, как они решат, так мы будем подчиняться, но безусловно потом мы будем задавать вопросы и требовать ответ, вот так бы я тебе сказал. Ты параллель провел исторически, что ты намекаешь, что Зеленский это наш Уинстон Черчилль, а тот, кто его сменит, это вот это чмо безродное и непонятное, я правильно понимаю, да? Не приписывай мне, не надо, не занимайся, Тарас Березовец, не занимайся инсинуацией. Ну, грязный, грязный. Я всегда ловлю на слове, ты знаешь, Матвей, даже тебя я буду ловить. Нет, последнее, если позволишь, потому что мне уже идти, Зеленский, и это признают абсолютно все, это фронтмен украинской политики, я употребляю именно это слово, потому что я не знаю его роль как верховного главнокомандующего, я знаю других людей, которые ведут войну, но Зеленский сейчас на своем месте и было бы просто преступно критиковать его. Он делает свое дело. Он делает свое дело. Но еще раз повторяю, когда будет победа, никто не отменял политику как среду, как субъектность, поэтому появятся партии, которые будут предлагать послевоенную жизнь. И люди будут выбирать. А если вдруг власть решит, что война навечно и такая военная атмосфера вечная, и поэтому пусть партии молчат, то это будет совсем другой разговор, потому что здесь люди не быдло, мы не Россия. Самое главное, друг мой, когда люди будут выбирать, чтобы люди понимали, что они выбирают. Поскольку если у них не будет выбора телевизионных каналов, а будет как сейчас одна единственная картинка, то возможно они будут считать, что вот это реальность создана этой картинкой и есть реальная. Вот в чем опасность. Это то, что в России произошло, к сожалению. Да. Да, и Тарас, я прошу прощения, мой дорогой, я должен попрощаться, потому что мне нужно уже двигаться в сторону эфирных студий. И мы тоже должны уже двигаться дальше. Спасибо Матвей Гонопольский.